Стартовые составы Это было уже в середине Слева полуфланга У мяча Прокопы Это может быть опасно Смотрим за разбегом Это удар Ближний угол Стангар И на отскоке не удается сыграть этот мяч Корде Резеру При всем уважении Удар Песикова здесь Ни в какое сравнение не идет с тем Что исполнил Сейчас Прокопы Это был в Гарены И чуть ли не единственный Мин Ну и соответственно Практически Солд-аутом 3000 мяча Манеж Но и трибуны заполнены Сейчас смотрим Из-за очередной атакой Несея Надольский удар Поворотом Маменко На радость публики На распоклонника Манкала Снова тащит Грачев бьет Поворотом Попадает И подача Надольского Под удар Чибисов Мяч вылетает Будет любить Сергей Нет Подключает он Грачева Счет на подачу Выигрывает воздух Гости И удар Удар не точный Мы видим В исполнении Александра Надольского Евгений Песиков Сейчас в кадре Опять же Да Активный Активный Болисты Инисея На первых минутах Да Видим Набежал Надольский Пробил Вася Маврин Разгонял Атаку Амкала Ошибся В передаче Ну и теперь Перед Надольским Свободная зона Хороший Проникающий Пас на Луташева И снова Надольский Песиков Страфной Опасный момент У Инисея Удар Маменко Вот это спасение Спасение номер 2 И вот это уже Суперсех Если в первом случае Он просто По сути Прикрыл ближний угол Забрал мяч То вот здесь Уже Сыграл ногой Очень здорово Спас свои ворота Может быть здесь Элемент определенно Пижонса Все-таки Есть у Инисея Но вот Сейчас уже Надо осознавать Что Тоже один в один Может туда обыграть Ох какой Момент Там ногу подвернул Такое ощущение Чужой сейчас Вот да Это Антон Карпов Мы видим Здесь повелся На обман И движение Адже активно Сейчас Герман Платика Продвигает Телеграм-канал По обрезкам Выходят Ролики На Ютубе Но буквально Вчера Вышел Видос По Так сказать Вернее Заброс Неплохой На Дольского Не успевает К мячу Еще и срубает Олега Дрожжука Ну конечно Здесь Какой-то Умышленной грубости Не было Но там Не исключено Что желтую Все-таки На Дольске Это получит Сейчас Появляется У нас Вчера Начинает Старты Мощи Против Динамо Здесь Саша Здорово Мимо бар Прокидывает Горячева Катя Крихия Атака Идисе Момент У Евгения Обыграл Дрожжука Евгений Прострел Опять Момент Супер Спасение Торога Кипера Пусть Не было Ни с удара Но прострел Был голевой На дальней штанге Два партнера Отрывалось Но Момент Вправился Опять же Можно До Грачева Здесь отметить За вот этот Дриблинг Может быть Во втором Тайме Или так На несколько минут В первом Появится Вот еще один Проход Грачева Здесь Нас покидает Пределы поля И преждевременная Радость Матрибунок Да Гол Владислава Скавыша засчитан Не будет Потому что Мяч оказался За Пределами поля Вот здесь будет Прекрасно видно Грачев Катил уже Из-за лицевой линии Немножко Да Но все-таки Эту линию пересек Мяч Здесь уже Момент Как мы видим Опять же Возможно Понимаешь Что мяч ушел И с листок будет Да Но сыграл не лучшим образом Выложил Здесь мяч На ногу Скавыша Но все обошлось Для Амкала И по-прежнему 0-0 Еще одна атака Надольский Момент И Вот теперь уже Гол Системь 31-я минута матча 1-0 Енисей 2 Выходит вперед С усилиями Александра Надольского Ну вот давление Енисея все-таки Возымело Свои плоды Очередная атака Прорыв через центр Ну и Надольский Бьет уже без шанса Для момента Как раз низом Эту на вторую бить Нельзя А вот Под перекладину Пожалуйста Александр попадает Практически идеально Ну нет Хотя погодите Короче Енисей 2 счет Матч открыл Один из самых активных Футболистов В составе нашей команды Саша Надольский Сначала успел Отличиться В кавычках Получил желтую карточку Но и После этого Наш самый активный Так там что-то Какой-то замес Ну вот Вот там и характер Товарищеского матча Короче Надольский счет Открыл Хорошая атака Хороший удар С левой С левого фланга И 1-0 Енисей 2 Пока впереди В матч против команды Блогеров из Москвы Но я думаю Что еще пару-тройку Мы Амкало Сегодня отгрузим Все Не мешаем смотреть футбол Давайте смотреть за тем Что происходит Здесь на Газоне Футбол Арина Енисей Да у нас тут Желтые карточки Бойли Да такие Друг над другом И Над соперниками Где-то тоже Отвозили Это Динамо Пусть и Молодежку Да команду Которым по 18-19 лет Сейчас Вот атака Енисей Грачев штрафной Под левую Убирает И бьет В дальний угол На лодку угловую Флажок не снес А в створ Конечно же Попасть не удалось Свалился Между льми И опять мы отмечаем Подключение Акимова С молодежными командами Премьер лиги У Амкало Результаты лучше Чем Матч против Молодежи Команд Которые Не выступают Пока в элите Ну и вот Дальний удар Сейчас Очередной По воротам Момент Конствор Ворот Пошел Игровой снаряд Песиков Снова Здесь как эффектно Вон бару накрутил Пауза от Алексея И шикарная Закидушка Момент Ускавый Сейчас удар Владислава блокирует Все-таки Амкал пытается Что-то придумать Сейчас Блад Здорово Ставит корпус Сопернику Прострел опасный Здесь Свечу Акимов Заряжает И Блад Верховую борьбу Выигрывает Скидка на дальнюю Но тут Амкал пошел в атаку Енисей В общем-то Пытается воспользоваться Свободными зонами Третьяков Бьет сам В этот раз Ох Какой удар Классный прыжок Момент Ну вот Попади мяч Под приклад Кто знает Достал бы Александр этот мяч Чужой Со штрафного Штангу Садану Это было Действительно Очень опасно Теперь Песиков Подача И мяч Ворота 2-0 И это И это Илья Малтининов Тоже свежий футболист Вышел на замену Хорошая подача И здесь Малтининов На опережение Действует Опережает И защитника И Кидоса Ну вот тут Недолго Был Сухим Галкипер Амкала Свежий Только высший На поле Там Кстати Также Под 11 номером Мы видим Еще одного Свежего футболиста Амкала Антон Клёнов Или Клинов И его ник Фифе Еще один момент У ворот Гостей Вот здесь Уже было Еще даже Опаснее Возможно Ну вот Служба спасения 9-1-1 Федор Маслов На месте Ну тут И защитники В любом случае Помогли Здорово Здесь развернулся Еще один свежий игрок Польшиков Здорово Просочился он тут Это бы в гостях Но тем злее Наверное Футболист И вот еще один момент У Малтининова И удар прямо в живот Федосу Здесь наверное Неприятно Но мужественно Поднимается Галкипер Гостей Все с ним в порядке И главное Что Свои ворота Защитило Третьего мяча Крупно-то Наверное Амкал Явно проигрывать Не хочет Пусть за победу Здесь Крайне проблематично Будут побороться Но по крайней мере Крупного поражения Сбежать Наверное В этом главная цель Гостей Видели только По ту сторону экрана Вот момент Какой у гостей Возникает Мяч проходит Рядом со штангой Не успевает Самую дальнюю штангу Замкнуть Станислав Сычев По вторым номерам Появился Также На льду На поляне Иданников Санкт-Петербургского Футбола Воспитанников Зенита Гасилин Штрафной уже Алексей И можно пробить Но вот первая попытка Гасголдера В этом матче Не точный Получается Не повелся На эти обманные движения Мяч правда В поле Остается Клинов И эта подача На дальнюю Здесь Белошапкина Пережает Феликса И будет Угловой Исполнять Амкал Очередная Очередная Хорошая Замена Между тем Еще одна У Енисея Произошла Ростислав Воробьев Поле покинул А мяч У Малтининова Уже штрафной Под удар Надольскому Бьет Низом Александр Мяч прокатывается Можно вернуть Симакову И в центре Есть Малтининов Есть Гестаров Константин Подача Расул с мячом Удар Будет Нет Ну и да Есть удар Который завершается Третьим Забитым мячом Расул Гестаров Первое Появление Перед Красноярской Публикой Вот этого Колоритного парня Ну и Здесь уже Фидосу Он шансов Не оставил Ну и здорово Контратаку Развернулись Здесь Симаков С Белошапкиного Опять же Отмечаем И новичка Енисея 2 Пришедшего Из Салтая Из школы Алексея Смертина Ну и Гестаров Расул Гестаров Расул Знакомимся Опять же Да С новичками Енисея более Предметно При помощи Вот таких вот Трюков В исполнении Забил третий мяч Прекрасная контратака По левому флангу Можно вернуть Третий мяч Вот сейчас Опасный момент был У ворот Команды Енисея 2 3-0 Уверенно Ведем в счете Я думаю Его Штрафной площади Есть Все-таки В этом составе Хороший исполнитель Но вот Средний уровень Наверное Пониже Чему старта Какой момент У Тимофея Белошапкина Мяч Проходит мимо Ворота Здесь Бол На заводе Стас Орлов Но гола-то не было Удар Отворот Сантиметра Хостанга Прошел мяч Да Ну и раз Это шоу Матч Да Такое можно было бы И засчитать Наверное Вот здесь Повторы Наверное Будет видно Смотрим За подачей Здесь Белошапкин Один остается Бьет по воротам Ну да Мяч Незабываемый На поле Смотрите Сахаров Подает Опасный момент И мяч Ворота 4-0 Это Ваня Мамавка 79 номер Вот так Вот Хороший выход На замену Подкорулил Свой момент И забил Ну и два Таких очень похожих Голы Енисея 2 После перерыва Да Сразу же Гол Малтининова Да Когда пошла Подача Во вратарскую И игра Головой Малтининова Напережение Ну и здесь Тоже Мог Еще один Игрок Енисея На ближней Штанге Сыграть Сейчас попробуем Разобраться Кто это был Да Здесь Микушину Немножко Не хватило Чтобы головой Так В духе Малтининова Переправить Мяч Да Не скажу Конечно Что Амкал Наиграл Сегодня На такой Разгром Но все Таки Вот Момент Еще Енисея Фидос Тащит Вот это Сейф От Голкипера Амкала Мамавка Был близок Дублю Там В течение 30 секунд Буквально Перебрасывал Через Голкипера Мяч Но справился Вправился Фидос Тогда было Здорово Концовки Смотрим Здесь Смолтининова Столкнулся Ух Или это Тоже Рецидива Очередного Бы Избежать Наверное В осенней части Сезона Суммарно Столько Болельщиков Не собрал Как сегодня Более Никаких ограничений Сейчас В Красноярском Крае Нету Масочный режим Отменен Компенсило Это Варкады Также Отменены Ну а здесь Здесь пятый Гол Енисей 2 Все-таки Забивает За пределами Основного Времени И это Дубль Ивана Мамавка Здорово Здорово Вошел в игру Ваня Здесь Не всегда Ему удавалось В чемпионате Но тут Классно Накрыл Бару Сам Приблизился К штрафной И Уложил мяч В ближний угол Здесь Маменко Уже Несмотря на все Его навыки Вот так вот Диста ворота На 5 Прикрыл Здорово Может быть 5-0 Это не тот счет На который Наиграли Москвичи Может быть Сейчас Они смогут Отыграть Один Хотя бы Подача Но мяч Улетает За ворота И в этот Сам момент Раздается Финальный Свисток 5-0 Красноярский Миссей Обыгрывает Там Кал Выставочном Галом Матче 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 Матче